привет друзья если у вас остались обрезки из лаваша сегодня я вам покажу куда можно их очень удачно применить какую прекрасную выпечку можно приготовить и так печем замечательный пирог из обрезок лаваша с творогом и сыром квадратной формочки досмотрите видео до конца посмотрим что у нас получится ингредиенты очень простые доступны это кефир лаваш вернее вот такие небольшие обрезки сахар сыр творог и 2 яйца для этой выпечки я купила сладкий 18 процентный творог то есть он достаточно жирненький можете взять творог любой жирности и поскольку он такой калорийный сегодня я буду готовить пирог не на сметане а на кефире творог очень и очень нежный мне даже не пришлось пропускать его через сито а кефир я выбираю двух с половиной процентной жирности он вполне хорошо себя показал при уже неоднократной выпечки этого пирога кстати вместо кефира можете использовать например ту же ряженгу или простоквашу еще нам понадобится 2 яйца сахар по вкусу и щепоточка соли чтобы сделать вкус этого пирога намного ярче перемешивать до однородности можно с помощью вилочки мне просто всегда так удобнее быстрее или кому удобно пусть использует венчик еще нам понадобится сыр я очень люблю сыр с нежным сладковатым вкусом благодаря сыру выпечка получится более насыщенным и у нас в итоге будет не просто пирог к чаю его можно будет даже взять с собой например на работу для очень сытного вкусного перекуса или можно кушать этот пирог в прикуску с разными блюдами быстренько натираю сыр на крупной терке отправляю практически весь сыр в творожную массу оставлю только немного ну примерно вот столько для того чтобы мы могли перед выпеканием посыпать сверху пирог и теперь практически все готово осталось только разорвать вот эти кусочки лаваша и отправить их сюда в миску я очень люблю этот процесс он весьма успокаивающий я бы даже назвала его лаваша терапия получается достаточно плотная масса из творога сыра и лаваша пора отправлять ее формочку на нашем канале есть и другие интересные рецепты из лаваша я оставлю для вас ссылочку на плейлист на разные видео в описании пройдите обязательно посмотрите и напишите в комментарии если вы любите выпечку из лаваша и какие вы рецепты вы хотели видеть на канале форму можно использовать любую и круглую и квадратную прямоугольную сегодня попробуем вот такую квадратную на дно я застелила пергаментную бумагу и края смазала растительным маслом попробуем испечь в ней наш пирог сюда я высыпаю творожную сырную лаваш массу с лавашом и после того как она окажется уже здесь формочки я не отправляю всю эту массу сразу выпекаться в духовку дам ей постоять минут 15 чтобы лавашить очень хорошо пропитался и немного разбух и не забудьте посыпать будущий пирог сыром чтобы он покрылся красивой румяной золотистой корочкой если лаваш очень хорошо пропитается до того как мы отправим пирог в духовку после выпекания это выпечка будет невероятно нежная сочная горячими в холодном виде обычно я выпекаю этот пирог 30-35 минут при температуре 200 градусов и получается безумно вкусно пирог только что из духовки он очень ароматный и немного поднимается потому что лаваш во время выпекания разбухает сейчас он начнет потихонечку остывать и уменьшится это вполне нормально ждем пока пирог немного остынет после этого можно будет его нарезать и подать к столу давайте разрежем посмотрим какой он внутри кто бы мог подумать что из обрезок лаваша из простых ингредиентов может получиться вот такой вот интересный пирог такая вкусная очень ароматная невероятно мягкая выпечка поскольку я пекла ее в квадратной форме разрежу его так вот вдоль но учтите что пирог настолько нежный нужен очень острый нож чтобы все кусочки получились ровными гладенькими смотрите этот пирог или запеканка получается невероятно нежное очень вкусная можно хранить готовую выпечку в холодильнике и разогревать перед подачей но в холодном виде тоже очень вкусная например больше предпочитаю эту выпечку именно в холодном виде она просто тает во рту всем заранее приятного аппетита ставьте оценочки этому видео подписывайтесь на наш канал увидимся очень скоро с новыми рецептами кстати новые видео каждую неделю не пропускаете пока пока